Всем привет! И сегодня мы с вами проведём трансляцию на тему этики. Этика – это пипец какая важная тема. Но многие люди этого не понимают и думают, что они самые хитрые. У них-то получится как-то схитрить, что-то провернуть и обмануть самих себя. Но самого себя не обманешь. И с этой точки зрения этика – очень важная вещь. Фактически вся эта трансляция будет о том, как не дурить себя. И даже когда мы дурим других, мы на самом деле дурим себя. И вот как это происходит. Давайте вернёмся традиционно к нашей системе, условной системе, о которой я говорил – душа, ум и тело. Первое, что я вам хотел сказать, что душа – это очень такая благостная, очень целостная, очень правильная вещь. То есть на уровне души всё правильно, всё хорошо, всё гармонично. Дисгармония возникает всегда на более низких уровнях. Это уровень ума и уровень тела. И получается, что мы всегда чувствуем определённую высокую, скажем так, максимальную вибрацию именно на уровне души. И эти вибрации, этот свет внутренний, он уже имеет такую тенденцию преломляться через ум. И в зависимости от того, в каком состоянии ума человек находится, в зависимости от этого и происходят различные события в его жизни. Этика – это, можно сказать, такая вот наука о том, как быть честным, о том, как быть этичным, честным с самим собой, с другими людьми. И вы знаете, наш мир так удивительно устроен, что люди считают, что наоборот, нужно быть хитрым, нужно как-то манипулировать другими, нужно постоянно притворяться кем-то, кем-то становиться, что-то кому-то доказывать, себе доказывать. И только благодаря всему этому можно быть счастливым. И это такое массовое коллективное заблуждение, что у нас счастье где-то потом. Счастье где-то потом, и оно связано с какими-то вещами, с какими-то образами, которые для нас важны. Но это на самом деле не так. Нет, я еще не на Самуи, я еще дома. Насчет Самуи мы думаем пока. У нас, в принципе, пока дома нормально, тепло. Так, ну давайте вернемся к теме. В общем, этика. Смотрите, вот многие меня спрашивают... Привет, да, Лариса, привет. Многие меня спрашивают, вот что значит дурить самого себя? Вот что значит дурить самого себя? Ну смотрите, очень простая вещь. Мы рождены для того, чтобы прожить интересную, творческую, яркую, полную жизнь. Это чувствует каждый человек внутри. То есть каждый рожден для того, чтобы переживать некий полный опыт, разный опыт. Это может быть и положительный, и отрицательный опыт. И мы чувствуем, что мы где-то внутри творческие, да, что где-то внутри обязательно есть нечто такое светлое, да, нечто такое вот целостное, нечто такое вот, то, что свойственно нам от природы, какая-то вот естественность, да, естественность. Какая-то на самом деле несуетливость, да, какая-то на самом деле игривость, да, то есть вот игривое отношение к жизни, какая-то несерьезность. Вот это многие из нас где-то внутри чувствуют. И часто в психологии это называется внутренний ребенок, да, то есть это называется внутренний ребенок. На самом деле этот внутренний ребенок – это наша природа, это мы сами. То есть это то, какие мы есть. Мы несерьезные, мы несерьезные. Но при этом мы очень внутри добрые, очень творческие, очень спонтанные. У нас постоянно есть интерес такой живой, да. И вот правильно вы пишете, у большинства людей это где-то очень загнано внутри глубоко. То есть это загнано внутри глубоко. Вот где внутри? На самом деле оно не совсем внутри, потому что тело, оно находится внутри души. То есть душа – это некая, ну вот ближайшая метафора, которую можно так вот подобрать, это пространство. Некое пространство, в котором находится то, что вы воспринимаете. Вот, и получается, что на самом деле не где-то глубоко внутри тела, например, вот душа – это не где-то внутри глубоко в теле, да, это неправильно. Это просто где-то глубоко-глубоко под вашими слоями ума. То есть вот, знаете, такие наслоения ума, такая луковица ума, да. И условно внутри есть некие чувства, некие чувства, некая энергия, некий источник нашей настоящей энергии. И вот эта вот энергия, она определенным образом проявляется, понимаете, от природы. Вот наша душа, она определенным образом хочет проявляться. Проявляется это через интерес часто, через творчество, да, через какой-то интересный опыт, который мы хотим получать. И часто вот этот поток внутренний, да, то, что исходит из души, из сердца, он натыкается как раз на стены определенной сформированной личности, сформированного такого ментального каркаса наших мыслей. То есть можно сказать, что у большинства людей душа находится в темнице ума. То есть в уме так много мыслей, многие из этих мыслей настолько тонкие, настолько неосознаваемые, что человек полностью отождествился вот с этим всем материалом. И он очень часто не ощущает вот этот момент чувства, да. То есть вот часто бывает, что возникает некое чувство, но оно постоянно заваливается неким ментальным процессом. То есть вот постоянно некое думание происходит, некие ощущения постоянно вот от тела какие-то из мира, вот какие-то картинки, образы, какие-то восприятия. И очень часто наше чувство, вот этот вот внутренний голос, это называется, или интуиция, да. На самом деле это наше чувство, это то, что исходит из души. И вот получается вот это мы часто из-за этого материала, из-за этого ментального мусора, да, можно сказать, ментального шума, мы не ощущаем, либо ощущаем очень слабо вот этот вот голос души, да. И вот получается, почему я все это вам рассказываю, и какое это имеет отношение к этике, да. То есть этика, это когда вы полностью живете таким образом, то есть этичное поведение, это такое поведение, когда вы полностью живете в опоре на свой вот этот внутренний голос. То есть вы уже настолько расчистили свое ментальное пространство, да. Кстати, большая просьба ставить сердечки не только там двум человекам, да, а вообще вот ставьте, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы я чувствовал, насколько вам откликается материал, и видел, сколько реально человек смотрит трансляцию. Поэтому периодически касайтесь экрана, и, ну, давайте мне обратную связь по поводу контента. И, опять же, если кому-то нравится контент, можете поделиться со своими друзьями. Для этого нужно отодвинуть пальчиком вниз на андроиде, и на айфоне в сторону как бы отодвинуть, там есть ссылка поделиться. Так вот, к чему я это опять все рассказываю вам про душу, там, про ум, про тело? Потому что на самом деле вот этичный образ жизни – это жизнь из души, понимаете? То есть когда вы хорошо очень чувствуете вот этот внутренний голос, вот это чувство, этот интерес, этот творческий поток, можно вот по-разному это определять. Это энергия, да, то есть энергия, которая каким-то образом хочет выразиться изнутри вас. И вы по мере своего духовного развития, вы на самом деле усиливаете контакт с вот этим вот центром, да, внутри себя, с вашим истинным «я», с вашим, можно сказать, внутренним ребенком. То есть названий много, но по сути это указатели в одно место. Это указатели на вас, понимаете? То есть это вы, это вы как духовное существо. И вы на самом деле не то чтобы принимаете какие-то интеллектуальные решения, на самом деле ваше решение, оно рождается в моменте как некое чувство, ощущение, как некий прямой отклик на момент. И уже на это, на это сверху накладывается мышление, некие образы, да, там, некая логика. И вот когда вы укоренены в свой уровень души, то есть вы исходите из своего настоящего центра, уже достаточно хорошо сами себя чувствуете, то ваша логика, она, можно сказать, продолжает этот уровень. И ваши образы, они продолжают этот, да, внутренний стержень ваш, вот ваше это чувство. У большинства людей не так. У большинства людей, у них идет такой некий матричный процесс в голове, постоянно крутится ментальный процесс, плотные мысли. И эти плотные мысли, они являются центром принятия решений и управления, понимаете? То есть часто человек опирается не сколько на свой искренний интерес, не на свой внутренний голос, не на интуицию, а именно на какую-то логику. Выгодно-невыгодно, правильно-неправильно. Так можно или так нельзя. И вот получается он как бы все время оценивает логические ситуации и пытается принять правильное решение, в какой-то ситуации принять правильное решение. Так вот, пока вы думаете, да, пока вы думаете, уходит момент, когда нужно действовать. И очень часто ситуации, они требуют от вас прямого отклика и прочувствования. То есть вам важно именно прочувствовать ситуацию. Так вот, пока вы, скажем так, придерживаетесь какой-то схемы жизни, каких-то правил, каких-то жестких принципов, вот знаете, говорят, принципиальный человек, то до тех пор вы будете так или иначе попадать вот в ситуацию вне этики. То есть вы будете не соответствовать ситуации, вы будете часто неадекватно как бы реагировать на ситуацию. Не попадать, понимаете? Не попадать. Как это будет выглядеть? То есть вы обдумываете какую-то ситуацию, вот как выбрать. Принимаете какое-то решение и очень часто, когда вы его принимаете, вы можете наблюдать такой процесс, какое-то странное чувство, да, вот вы вроде все логично, да, все рационально, все правильно. Но когда вы начинаете там дальше продвигаться, вот в этом выборе вашем логическом, рациональном, правильном, вы начинаете себя плохо чувствовать в какой-то момент. Таким образом, ваша душа, вы как душа, сами себе, да, уму, телу даете знать, что это неправильный выбор. То есть выбор был неправильно совершен, он нецелостный. И отсюда, конечно же, вот возникает это чувство душевных мук, каких-то страданий, да, отсутствие покоя внутреннего. Вот на вашем уровне глубинном, да, отсутствует некий покой. То есть вы вроде бы что-то получили, например, получили какой-то предмет или какое-то желание свое исполнили. Вроде бы на уровне тела, на уровне ума вы типа удовлетворены, но на уровне души у вас нет ощущения удовлетворения и покоя. То есть вас что-то лишает душевного покоя. Вот эти выборы, они вас лишают душевного покоя. Это означает, что вы совершили нецелостное действие, оно не согласовано с уровнем души. И это очень важно, вот, то есть я к чему веду, что на самом деле в жизни очень важно не просто уметь думать, уметь оценивать, уметь быть логическим, там, принимать решения. В жизни очень важно, намного более важно быть бдительным, внимательным, осознанным к тому, что происходит в настоящем моменте, насколько вы гармонично чувствуете момент. То есть насколько вам резонирует ситуация или не резонирует. Вот вы что-то вроде бы хотите выбрать, но есть часто очень какое-то сомнение такое, да, у вас что-то изнутри гложет. А правильный это выбор или неправильный? Вот здесь лучше не спешить, вот в такой ситуации лучше не спешить и лучше прочувствовать эту ситуацию. Знаете, как семь раз отмерить, один раз отрезать, как говорят в народе. То есть, либо когда срочно надо принять какое-то решение, такое, кстати, редко бывает, но бывает, все-таки больше опираться на свое чувство. Не на логику, не на выгоду, не на какие-то бонусы и морковки, да. А в первую очередь, насколько вам будет, вот если вы это выберете, насколько вам будет глубоко гармонично это. То есть, насколько вы останетесь сами с собой в мире, понимаете. И вот это вас приблизит к пониманию этики. То есть, это ближе к тому, что называется этика. Также этику можно сформулировать как некие принципы. И вот это, наверное, будет многим из вас более понятно. Принцип какой? Вот есть такие принципы, вы, наверное, их слышали. Звучит примерно так. Не делай другому то, что ты бы не хотел, чтобы сделали тебе. Понимаете? То есть, не совершай по отношению к другим людям такие поступки, которые ты бы не хотел переносить сам. И опять же, с другой стороны здесь можно подойти, что если вы спокойно можете что-то сами перенести, то есть для вас это нормально, вы можете это также совершать в отношении других людей. То есть, если вы способны это перенести, то есть если вы спокойно принимаете как бы вот некие ситуации, некие переживания, да, то вы, в принципе, если вы готовы это переносить, вы можете это и причинять. Как бы, понимаете? Но, с другой стороны, всегда лучше смотрите вот с точки зрения, что не делайте другим такое, что вы бы не хотели, чтобы сделали в вашу сторону. Это такой, можно сказать, универсальный принцип. Потом, вот давайте рассмотрим такое понятие, как проступок, да. Вот есть такое понятие проступок. Очень многие люди считают это просто нарушение неких заповедей, там, и законов. Но с этим, на самом деле, все не так просто. Понимаете? Все не так просто. Почему? Потому что вот есть некие универсальные заповеди, да, там, в христианстве, там, в мусульманстве. В каждой религии есть некие принципы, вот, типа, так не делай. Ну, понимаете, в чем, как бы, здесь сложность этой ситуации, можно сказать, вот, с точки зрения принципов, с точки зрения логики и ума. В том, что каждый момент ситуация не повторяется. Понимаете? Как бы один раз в одной, ой, точнее, два раза в одну и ту же воду нельзя войти. То есть, жизнь идентична, не повторяется вообще никогда два раза. Поэтому ни один принцип, он не может быть полностью универсальным. То есть, если вы изучите любую систему, там, ведическую, там, или еще какую-то, и вот проникнетесь своим умом, да, вот, в какие-то принципы, хорошо их изучите, в любом случае это вам не поможет быть адекватным моменту, целостным. Это не поможет. Это может быть, знаете, такие первая помощь, какие-то костыли на первое время, чтобы человек по мере того, как он все лучше узнает сам себя, все ближе возвращается к себе, как к духовному существу, все более становится осознанным, чувствительным. Вот пока это не произошло, ему даются какие-то принципы, да, чтобы он, ну, совсем тупо не косячил, знаете, так говорят разговорным языком, чтобы вообще не тупил и не косячил. Вот поэтому даются некие ограничители, вот, часто в религиях, чтобы люди не совершали какие-то поступки. Но в любом случае, понимаете, вот, например, заповедь «Не убей», да, вот «Не убей», а смотрите ситуацию, например, в ваш дом врывается убийца, да, и он, как бы, пытается причинить вред вашей семье, там, он покушается на жизнь вашей семьи, и вы будете продолжать, как бы, просто, ну, следовать заповеди «Не убей», это будет неадекватное понимание этой заповеди, понимаете? То есть, когда на вас кто-то нападает, когда на вас нападает, и он хочет вас лишить жизни, вы, здесь уже другая ситуация, как бы, вы защищаетесь. И очень часто, когда вам пытаются причинить какой-то вред, то есть, совершить по отношению к вам то, что они бы не хотели, чтобы было совершено в их сторону, здесь меняется ситуация, здесь эти заповеди христианские и мусульманские, они немножко неадекватны моменту. И такое бывает часто в разных ситуациях, понимаете? То есть, в разных ситуациях нельзя четко опереться на какие-то ментальные конструкции. Поэтому очень важно опираться на прямой отклик того, как вы чувствуете, вот, как развивается ситуация. Ну, конечно, для того, чтобы это начало происходить, важно очиститься в определенной степени от вот этих вот всех, как должно быть, как правильно, как неправильно, каких-то ментальных таких жестких убеждений, да, и просто быть ближе к себе, ближе к чувствованию того, как требует момент прямого отклика вашего вот на эту ситуацию. И с этой точки зрения этика, она не может быть выложена вот в такую четкую систему. Есть только такие временные принципы, которые помогают вам все-таки первое время сильно не косячить и не причинять вред и себе, и другим. То есть, это не надо воровать. Вот, например, не надо красть. То есть, не надо брать чужое. Иначе говоря, не надо брать то, что вам не принадлежит. Вот, например, когда люди часто берут кредит, они на самом деле берут то, что им не принадлежит. То есть, они еще не заработали, понимаете? То есть, они реально, ну, нет у них, как бы, они еще не создали ценность, не предоставили эту ценность другим. То есть, как-то вот еще не произошло с кредитом. Но люди часто спешат брать, понимаете? Спешат брать. И это можно в какой-то мере рассмотреть как некое такое воровство, форма воровства. Или, например, кто-то продал продукт, но другая сторона, например, получив этот продукт, не была удовлетворена его качеством. Да? То есть, ну, человек не получил удовлетворение и счастье от этого продукта. И когда он попытался, например, вернуть этот продукт, то продавец сказал, нет, извини, вот у нас была сделка, как бы, я тебе продал, ты купил, все, как бы, да? Вот получается, это тоже форма, можно сказать, воровства, потому что ситуация негармоничная, понимаете? То есть, здесь не был достигнут баланс и стороны не были удовлетворены, как бы. Поэтому такая ситуация, как бы, ну, здесь, опять же, все это очень контекстно зависимо, очень индивидуально надо смотреть в каждой ситуации по-своему. И по мере того, как человек развивается, как духовное существо, он все лучше и лучше начинает ощущать вот эту справедливость, как бы он поступил по отношению к другому. В какой-то момент просто вот эти проступки, да, они просто, они просто исключены, потому что на самом деле они не в природе души, понимаете? То есть, единственная причина, почему человек совершает какие-то преступления, какие-то негармоничные действия, какие-то проступки, да, делает плохо другим людям, это происходит только по одной причине. Это невежественное, загрязненное состояние его ума. То есть, человек находится в невежестве, это называется ментальный сон, да, то есть, он грезит некими идеализациями, некими образами. И он считает, что к ним можно прийти какими-то неправедными, нецелостными, нечестными путями. И он считает, что цели оправдывают средства, и средства оправдывают цели, да. То есть, если есть некая лакомая цель, вот очень хочется, да, то можно любые средства использовать для того, чтобы это достичь. Так вот, нельзя так делать. Очень важно двигаться гармонично в жизни, понимаете? Самое главное, это некая целостность, гармоничность ваша с настоящим моментом. Отсутствие амбиций каких-то, вот, что ты все время хочешь чего-то больше, чем тебе жизнь дает. Отсутствие претензий, вот бесконечное, вот, знаете, это недовольство тем, что ты имеешь. Отсутствие благодарности, да, вот, часто там Тимур Тадзиджинов, да, он когда вещает, вот он про счастье там вещал, что люди неблагодарны часто, да. То есть, если ты неблагодарен за то, что ты имеешь, то ты не можешь быть счастливым. Есть в этом тоже отчасти правда, как бы, в этих словах. Вот, все это, конечно, имеет отношение к этике. То есть, этика, это в первую очередь, в первую очередь честность по отношению к себе и по отношению к другим людям. Честный образ жизни. Честный это какой? Это когда вы других не дурите, себя не дурите, да. Вот, если вам не интересно чем-то заниматься, вы там долго не застреваете. Если вам что-то не нравится, вы себя долго не мучаете, находите способ, как перейти дальше. Понимаете, вот, вот смотрите, вот, давайте так рассуждать, что, вот, предположим, да, что ваше предназначение, когда вы пришли на эту планету, прожить интересную, яркую, полную, творческую жизнь. Почему человек, например, или почему вы, давайте не будем брать некоего человека, вот, давайте вас возьмем. Вот, почему вы, например, можете быть в жизни, которая неинтересная, которая не наполнена творчеством, да, которая постоянно какая-то, вот, вы от чего-то бегаете там и так далее. Вот, почему это может быть? Потому что вы просто постоянно предаете вот эту природу свою, да. То есть, вам суждено жить интересно, творчески, классно, как бы, да, но вы все время находите причины, почему это не выбирать. Понимаете, то есть, почему в вашей ситуации вы не можете выбрать интересную, какую-то полную творческую жизнь. То есть, вот, вам что-то интересно делать, а вы всегда себе оправдываете каким-то образом там в уме, а почему я не буду этим заниматься сейчас, мне вот надо там достигать это, как я могу отпустить вот это, это же привычно, это уже сложилось там и так далее. Вот, таким образом, можно сказать, вы сами, совершая каждый момент, вот, вы каждый момент совершаете какие-то выборы, да, и каждый момент вы выбираете. Вам жить интересно, творчески, полно, как бы, да, получать разный опыт, экспериментировать, жить в приключении или жить однообразной, роботичной, рутинной жизнью. То есть, вы сами это выбираете. Вот, как говорит мой мастер, не то, чтобы проблемы за вас держатся, вы за них держитесь, благодаря своим убеждениям, благодаря своим вот суждениям, каким-то привычкам, да, то есть, вы просто продолжаете какие-то привычные выборы, вот, как вы привыкли совершать, да, как вам комфортно. Но очень часто, для того, чтобы выбраться из всего этого, нужно, вот, разобраться, что такое этика и понять, что, где вы, вот, как вы сами себя в настоящем моменте дурите и обманываете. Это очень важный момент. И только через это можно освободиться от этого потихонечку, выйти из этой зависимости и постепенно, постепенно, как бы, вернуть себе свою природную, естественную, целостную жизнь. То есть, это постепенный процесс пробуждения вашей души, да, то есть, когда ум, вот, ваш ум, да, который наполнен какими-то образами, идеализациями, суждениями, убеждениями, привычками мышления, да, вы находите способ, как это все рассматривать, постепенно отказываться, да, освобождаться от этого. Это может быть какой-то духовный процессинг, это может быть некое общение с мастером, да, это может быть некая практика медитации, да, это может быть даже чтение многих книг, где вы получаете озарение, или лучше всего какие-то опыты взаимодействия. Вот, кстати, очень важно взаимодействовать с более пробужденными, более целостными, этичными, более творческими людьми. И они вот этим и делятся, они вас заражают как бы, понимаете, то есть, общаясь с таким человеком, он вам указывает, вот, это очень часто, кстати, неприятно и болезненно, но он вас буквально как котенка часто тыкает вот в свои какие-то, ваши какие-то фиксированные идеи, убеждения, привычки. Он тебе показывает, что вот, вещь, вот смотри, ты говоришь, что у тебя проблема, ты приходишь и мне рассказываешь про эту проблему, а я тебе говорю, вот смотри, на самом деле у тебя не проблема, а на самом деле ты держишься вот за определенную стратегию какую-то, да, то есть ты ее считаешь выживательной, ты ее считаешь привычной, известной, удобной для себя, да. И вот, на самом деле, чем дольше ты за нее держишься, тем больше у тебя проблем в жизни. Отпусти это, пойми, что ты держишься сам за булыжник, который тебя топит. Отпусти этот булыжник и ты увидишь, что ты начнешь всплывать. То есть, не то, чтобы как бы вас что-то пытается, ну, потопить в жизни, вы сами, благодаря тому, что не понимаете определенные моменты, держитесь за какие-то камни, да, и вот эти камни, они такие привычные, эти кандалы, они такие известные, вот кажется, ну, это же так нормально, так все живут, понимаете, и вот вы держась за них, сами себя и топите, и никто вас не топит, вот нету никакого человека, который вас заинтересован постоянно там окунать куда-то и топить. Вы сами, продолжая держаться за это общение, там, цепляясь за это общение, вы сами себя топите. Да, очень часто ум, вот понимаете, ум, он как бы наполняется, наполняется программами, убеждениями какими-то, формируется личность, и эта личность, она начинает управлять вами, понимаете, то есть, ну, это как бы некое ложное виртуальное я, которым вы сами себя считаете часто, вы спите в этой роли, можно сказать, вот вы уснули в этом, как бы, да, вы забыли, что вы актер, и вы все время играете какие-то одни и те же роли, вам эти роли уже надоели, вам уже тошнит, вас уже тошнит от этих ролей, но вы их никак не можете отпустить, и понять такую простую вещь, что вы актер, и вы можете, как бы, играть в разное, вот. И очень часто вот это растождествление с этими ролями, это болезненный процесс, потому что, ну, в этом много наложено значимости, очень много боли, там, может быть, каких-то привычных вещей, которые, вы знаете, у многих людей жизнь уже сложилась, и они живут этой жизнью, и как? Как это все? Я столько вложил усилий в это, да, я это столько упорным своим потным трудом создавал, вот как мне это отпустить? Несмотря на то, что то, что он создал, его мучает, он страдает от этого, но человек все равно держится за это, и вот считает, что все-таки когда-то потом, сохраняя все это, он придет к какому-то счастью. Но счастье – это совершенно другая вещь, это когда вас ничего не топит, то есть все за... Вот смотрите, все, что вас топит, вы за это не держитесь просто. Вот что вас начинает топить, как бы, что начинает создавать огромное количество проблем в вашей жизни, вы, получается, больше за это не держитесь. Вот просветленные люди, они, в принципе, понимают этот момент, что держаться не за что, смысла нету, понимаете? То есть все, за что обычно люди держатся, это временные вещи, за них смысла долго держаться нету, есть они – отлично. Если они уходят из жизни, пусть уходят. Если что-то новое приходит, пусть приходит. Оно уже приходит, а то уже пытается уйти. Какой смысл сопротивляться? Но вот большинство людей, они держатся, вот пытаются удерживать, или что-то пытается войти новое в их жизни, они сопротивляются из всех сил, пытаются избежать это. Вот, а почему они пытаются? Потому что это не соответствует их убеждениям, их представлениям, их образом каким-то привычным в уме, понимаете? Поэтому они против. Или что-то соответствует их образом, убеждениям, привычным каким-то стратегиям, и они это пытаются удерживать. Несмотря на то, что оно их мучит уже, вызывает страдания, боль, а люди держатся за это, понимаете? Вот, это непонимание и есть внеэтика. Этика – это понимание просто, это некая форма осознанности, понимания, как происходит процесс обмана, то есть самообмана, вот когда мы отождествляемся с какой-то ложью, понимаете? То есть есть некая ложь в жизни, из-за нее мы страдаем, но мы ее считаем правдой. И это получается состояние внеэтики. Или мы, ну то есть здесь на самом деле много всяких вариантов. Вот есть, например, я изучал, есть этические состояния, да, то есть есть восемь, по-моему, состояний, да, я о них в своих вебинарах раньше тоже рассказывал, что любая деятельность, она всегда находится в определенном состоянии. Вот смотрите, какие идут состояния несуществования, потом идет состояние опасности, потом критическое положение, потом норма, потом изобилие, потом состояние власти и потом смена власти. Вот их восемь или семь, да, и получается, что любая область в вашей жизни, она находится обязательно вот в одном из этих состояний. Это тоже такая схемка, через которую можно понять, что происходит в вашей жизни чисто интеллектуально, как бы. Ну, если вы где-то не способны прочувствовать ситуацию, вы еще недостаточно осознаны, не можете увидеть, как есть ситуация, вы можете применить эти состояния, увидеть, в каком состоянии, где вы находитесь. Состояние несуществования, это вот очень часто у вас еще новый проект не начался, да, то есть еще бизнеса там или работы нету, но вы уже понимаете, что она нужна, то есть уже есть некое намерение, необходимость в чем-то. Это начальная стадия, то есть еще ничего нету, но уже есть некое понимание, что, ну, вот что уже что-то нужно, да. Потом вы начинаете что-то делать, и уже у вас появляются какие-то самые первые результаты. Они очень-очень такие зыбкие еще, это состояние опасности. То есть еще все в этой деятельности непонятно, еще все вилами по воде писано, но уже есть первые результаты. И вот очень часто люди, когда получают свои первые результаты, они начинают нарушать формулу состояния, то есть они уже считают, что это круто, вот эти первые результаты, это уже круто, это уже, вот знаете, как заработали свои первые деньжата где-то, вот пришли на какое-то новое место работы, заработали первые деньжата, только деньги пошли, они их начали спускать, они их начали тратить на какую-то ерунду. Знакомая ситуация, да, то есть на какие-то банальные, как бы, вещи. Это опасно, это опасно, потому что вы можете опять лишиться этой работы или лишиться этого проекта. То есть вы фактически еще находитесь в очень опасном состоянии, это состояние опасности. Потом ваши результаты начинают закрепляться, то есть у вас появляется все больше результатов, вы, например, все больше зарабатываете, укрепляетесь на своей работе, но вы еще не находитесь в нормальном состоянии деятельности. То есть вы еще там, скажем так, на птичьих правах, и это критическое состояние деятельности, понимаете? То есть вы еще находитесь на самом деле в критическом состоянии деятельности. И здесь еще чуть-чуть надо продолжить, то есть должны появиться у вас некие стабильные показатели, которые вам подтвердят, что у вас уже все нормально здесь, уже с деньгами все нормально, вы уже укрепились на этом рабочем месте, вам эта работа нравится, идет творческий процесс, атмосфера вам нравится, люди, с которыми вы работаете, ну, более-менее все хорошо. Это состояние нормы, то есть вы входите в норму. И норма – это постепенный рост ваших показателей, то есть по разным сферам жизни у вас будут постепенно расти ваши показатели. Деньги будут по чуть-чуть нарастать, как бы, да, вы будете их, ну, все по чуть-чуть больше зарабатывать. И вот если вы будете все правильно делать в состоянии нормальной деятельности, рано или поздно у вас возникнет скачок. Вы перескачете на новый уровень в состоянии изобилия. То есть, например, резкое повышение по должности. То есть, если вы были хорошим сотрудником, все делали хорошо, на совесть от души, то вас повысят. Вы хоп и переходите на зарплату, которая в два раза была, например, выше, чем та зарплата, которую вы получали до этого. Или в бизнесе вы занимались, вот ваш бизнес по чуть-чуть развивался, потом вы сделали некое очень правильное действие. Например, провели некую акцию, да, акцию, и что-то улучшили в своем бизнесе, и резко у вас прибыль увеличилась. То есть, вы сделали скачок, у вас было некое изобилие в жизни, в бизнесе, да. Это значит, что вы поднялись в состоянии изобилия. И так вы можете добраться до состояния власти. Понимаете, власть – это очень все хорошо по разным сферам. То есть, очень все уже как бы на таком прочном уровне. То есть, власть – это уже означает, что с этого уровня очень тяжело уже опуститься ниже. То есть, чтобы вас скинуть вниз, нужно очень-очень много постараться как бы, да, накосячить. Или кто-то вас должен очень сильно долго прессовать, чтобы вы опустились ниже. Понимаете, то есть, это достаточно крепкое состояние, состояние власти в жизни. Вот, и получается, вот для каждого из этих состояний существует формула, как там, что можно делать, что нельзя делать. Я сейчас не буду это рассказывать, потому что это надолго растянется. Можем сделать там в какой-то следующий раз. Но существуют вот некие эти принципы, которые важно знать. Если вы их не знаете, вы будете, вот знаете, как, ну, будет вас бросать вот как щепку по волнам. То есть, будете все время находиться в состоянии опасности или в состоянии критическом. И изредка попадать в норму. Потом опять будете косячить что-то и падать вниз. До несуществования, вплоть до несуществования. Этика – это все же понятие, обращение к себе вовнутрь. Этика – это состояние души, можно сказать так. Когда вы живете по душе и не предаете себя как душу. То есть, не предаете свой искренний интерес, свое естественное проявление в моменте, свое творчество, свою некую вот спонтанность, уникальность проявления в моменте. Это если так вот попытаться это выразить. То есть, вы живете от момента и не дурите других и себя. Ну, все себя предавали и предают периодически. Это нормально. Так мы учимся быть этичными. Знаете, так мы бьемся головой об стены. То есть, мы сами себе создаем страдания, мучения, именно потому, что мы вне этики. То есть, мы не понимаем, не осознаем, не чувствуем вот эту целостность со своим духовным уровнем. Часто ведемся на какие-то образы идеализации ума, поэтому выпадаем из баланса и таким образом создаем страдания в своей жизни. И это таким образом учимся играть, учимся этично, целостно играть. Понимаете? То есть, это такой процесс, когда мы в конечном итоге дойдет до нас, что себя дурить не надо, других обманывать тоже не надо. Ну ладно, я вижу, что вопросов больше нету, поэтому пока на сегодня будем завершать эту трансляцию, уже в следующий раз может либо продолжим тему этики, либо еще поговорим на какие-то темы, посмотрим, как оно родится. Ладно, ребят, все. Спасибо за то, что были на трансляции. Приходите еще.